Здравствуйте, с вами Алексей Сыпачевский и канал ТТ Максимум. Часто задают вопрос, как научиться крутить ракетку, в смысле вращать ее в руке, переворачивать. Это очень просто. Для этого нужно просто немного потренироваться. Самый простой метод, включаете ролик с канала ТТ Максимум, смотрите, слушаете и тренируетесь. Поначалу будет получаться не очень быстро, но за непродолжительное время скорость этого дела наработается, натренируется. Тут вообще ничего сложного нет. Как правильно это делается? Тут, в общем-то, есть единственный работающий способ, никаких других вообще нет. Указательный палец будет мешать крутить ракетку в другую сторону. То есть, можно ее крутить только в ту сторону, где указательного пальца нет. Как это делается? Ну, просто чуть-чуть расслабляется хват и чуть-чуть она выбрасывается чуть-чуть выше. После чего движением кисти я затруднюсь рассказать, какие мышцы тут в какую сторону должны двигаться. Но я думаю, что это, в общем-то, интуитивно понятно, как это делать. То есть, вертеть ее можно только в одну сторону и ничего сложного тут нет. Главное, просто немного потренироваться. Дальше в игре это будет получаться само. То есть, не нужно думать, я вот сейчас этот палец отожму, этот подожму. И тогда я ее буду поворачивать. Ну, пока так будешь думать, там уже и 5 очков пройдет. Нет, это все делается автоматически. То есть, просто знаешь, что тебе нужно сейчас ее перевернуть. И когда навык наработан, она успевает повернуться. Если стоишь не вплотную к столу, то даже держал справа гладкую, перевернул на шипы, передумал, перевернул обратно, отбил гладкой. Вместе с этим задают вопрос, какие типы ручек для этого годятся, какие не годятся. Что тут, если хочется постоянно крутить в руки ракетку, что тут выбрать, какую ручку. В принципе, для этого годятся любые типы ручек. Некоторые думают, что только прямые. Нет. Для этого годятся любые типы ручек. Я сам играю то такой, то такой, то этакой. Как бы никаких предубеждений против разных типов ручек не испытываю. Часто, постоянно даже кручу ракетку. Никаких проблем мне никакой тип ручки не создает. Единственное, чего нужно избегать. Некоторые FL, то есть ласточкин хвост, расклешенные, бывают с очень широким хвостом. Например, у фирмы Stiga ручки типа Legend, Легенда. Вот они обычно очень широкий хвост имеют. У некоторых других фирм тоже бывают FL с очень широким хвостом. Вот если хвост очень широкий, тогда он будет цепляться за ладонь. Когда пытаешься её крутить, там через раз она будет застревать. Вот это единственное, что я рекомендовал бы избегать. То есть очень широкий хвост у FL. А так, главное, чтобы ручка в целом была удобна. А FL она прямая или анатомическая. Это на способность, на возможность ракетки к вращению в руке не влияет. Если у вас есть ещё вопросы, задавайте в комментариях под роликом. Я постараюсь ответить. Если вам что-то нужно из инвентаря, обращайтесь к нам в магазин TT Maximum. Мы всегда рады помочь, правильно подобрать основания, накладки и всё, что нужно ещё. С вами был Алексей Сыпачевский и канал TT Maximum. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok